Продолжение следует... 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 начинается с проблем трансформеров давайте я их пропущу потом эти к этим слайдам вернуть вернусь и начну с кратко вообще с такого очень простого обзора что же такое вообще трансформер откуда не появились но здесь такая картинка которая показывает то вообще как эволюционировали но пи модели что ну сначала для обработки последовательности мы использовали эквивалентные нейронные сети потом понятно что есть более продвинутые архитектуры в виде LSTM моделей где у нас есть некоторое состояние которое может сохраняться и за счет этого градиенты гораздо дольше сохраняются и затем для обработки языковых последовательностей важен порядок слов в предложении были предложены LSTM модели архитектуры энкодер-декодер и вот на предпоследнем этапе в архитектурах энкодер-декодер появилось внимание для attention по-английски cvt-encoder-decoder с attention бендер уже так заборзовел такой стал суровый и это как раз вот и ключевое добавление в нашу архитектуру которая и позволила появиться с последнему этапу эволюции на сегодняшний день это архитектуре трансформера которая довела идею внимание де attention до некоторого логического завершения какого мы сейчас поймем через некоторое время это вот то что происходило фактически в течение с начиная с концепта прошлого года весь прошлый год когда google предложил модель такую языковую модель берд на основе трансформеров и было очень много различных модификаций этой модели здесь приведена такая эволюция этих моделей разной модификации в основном люди модифицировали то куда смотрят эти модели то есть на какое там количество токенов также в какой задаче эти языковые модели обучаются чтобы понимать языковые модели это такой тип обучения мы построение не растет моделей когда нам обычно не нужно специально размеченных данных мы можем воспользоваться просто там большим набором текстов и учить например предсказывать следующее слово в нашем тексте там следующий токен нашей последовательности или же например маскировать как бы закрывать какие-то слова в нашем тексте наш послезоносный просить модель эти слова предсказать ну понятно что можно выдумывать и другие дополнительные таски таких например предсказание того следует ли одно предложение за другим но все что объединяет их что это то что получил название self-supervised learning то есть полуобучение с учителем когда мы напрямую не размечаем данных а используем сгенерированные данные и придумываем такую задачу, чтобы модель все равно находила некоторые паттерны, некоторые закономерности в этой последовательности что такое ключевое понятие на котором будет построено все сегодняшние рассуждения это понятие внимания или attention здесь приведено пример, эта архитектура была предложена для задачи машинного перевода в архитектуре encoder-decoder здесь показано концептуально, как это работает на этом слайде у нас есть две последовательности 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 на исходном языке наверху это китайский язык которые мы негадируем сначала при помощи нгкодера в какой-то последовательность векторов e0, e1, e2 и т.д. и затем нам нужно эту последовательность декодировать то есть генерировать последовательность токенов в нашем целевом языке Которое декодирование мы делаем при помощи декодера Генерируем какие-то вектора сначала эти, потом вектора наставить в соответствии токенам в нашей модели И важно, что при декодировании мы используем информацию, закодированную из нашей исходной последовательности, специфическим образом То есть мы не равномерно учитываем все те вектора, закодированные каждого токена из предыдущей последовательности А по-разному оцениваем их вклад при декодировании каждого последующего токена Здесь это, как вы видите, сейчас на анимации отображено разным весом линий То есть мы при декодировании каждого следующего токена смотрим на вектора из нашей исходной последовательности И агрегируем их с разным весом То есть мы их все складываем с разными весами И соответственно те вектора, на которые мы больше смотрим Те вектора вносят больший вклад в декодирование, в то, какой токен у нас будет предсказан в нашей последовательности О, у нас уже больше 100 человек присоединились к нашей трансляции Я надеюсь, что сейчас... Так, все в порядке с трансляцией, я хочу уточнить У кого-то не видно Видно, но тормозит Окей Тогда продолжаем Если большинство людей видит Значит... Выключите оповещение о новых пользователях Видимо, может мне это можно сделать, чтобы стыд со звуком Потому что... Тут по умолчанию необходимо всех пользователей опробить Вот так, сейчас я посмотрю с этим у нас Нет, здесь я ничего, к сожалению, с этим не могу сделать Единственное, что я могу... Я могу убрать у себя громкость Замьютите Тогда вы не будете слышать звук Окей Хорошо Продолжаем Ну, вроде... Я надеюсь, все более-менее понятно, что такое функция внимания То есть, обычно функция внимания реализуется как некоторая функция Например, однослойная нейронная сеть Которая на вход подается Последний декодированный, например Вектор последнего декодированного токена И вектор Последовательный вектор Каждого из Токенов нашей исходной последовательности Таким образом получается, что мы как бы попарно рассчитываем Функцию внимания Для каждого... С каждым из токенов нашей исходной последовательности Вот такая вот, как бы, базовая идея Вот, давайте теперь посмотрим на то, как построена Архитектура современных моделей, таких как BERT, например Что мы имеем? На входе мы имеем некоторую входную последовательность Которую мы преобразуем во входные векторы Затем, значит, она попадает в слой Self-Attention Это вот наш Как раз слой трансформера Который стоит, как бы, из нескольких Базовых вещей Таких как Несколько Различных Типов внимания То есть это несколько Так называемых Attention Heads То есть мы независимо высчитываем, например 8 разных функций внимания При обучении Вот И Каким образом мы рассчитываем Это внимание То есть мы... Наша задача какая? Мы хотим на выходе из нашего слоя Получить обновленные значения векторов Обновленное векторное представление Для каждого из токенов С токенов нашей последовательности Как мы это делаем? Мы берем наш токен И подаем его На вход этого слоя Во вход, который называется Queries Queries это как бы запрос Мы делаем запрос По вектору Нашему текущему Ко всем Ко всем остальным векторам нашей последовательности Вот здесь справа приведена Такая, как бы, картинка Которая может помочь Лучше разобраться Как вычисляется Attention То есть у нас есть Наш вектор X1 Потом у нас есть Q1 K1 И V1 Это как раз То, как мы Как бы Линейное преобразование Нашего вектора Вот в эти входы Queries, Case и Values И затем мы Рассчитываем Attention По каждому Из Других токенов Для нашего текущего токена После того, как мы Посчитали все эти Attention Для всех других векторов Мы Взвешиваем Вектора Других токенов С этими весами Агрегируем их И таким образом Получаем Грубо говоря Взвешенное представление Для данного типа Attention Как Другие вектора Влияют на Ну и связаны С нашим текущим вектором Потом Мы Соответственно Вот это взвешенное Некоторое Обобщенное Агрегированное влияние Других векторов На наш вектор Подаем В полносвязный слой На выходе Нашего трансформера И Рассчитываем Обновленное Значение Нашего вектора Для нашего токена Вот после того, как мы Все это рассчитали Для одного Для первого токена Нашей последовательности Мы передвигаемся На второй Токен нашей Последовательности И Производим расчет Точно такой же Как бы Снова вычисляя Функцию Внимания Ко всем другим Векторам Нашей последовательности Как бы Поэтому Эта архитектура Называется Self-Attention У нас каждый токен Смотрит на каждый Другой токен В этой последовательности Грубо говоря Если мы На самом верхнем уровне Теперь попытаемся Обобщить Что у нас происходит Здесь То мы Видим Что здесь Как бы Базовых Базовых На два базовых этапа То есть у нас есть Наши входные токены Вот слева Если посмотрите На первом этапе Мы делаем Сначала рассчитываем Здесь Self-Attention Посчитали Self-Attention Какие вектора С какими как связаны И потом делаем Update То есть рассчитываем Как мы обновляем Вектор Для того Чтобы Получить новое представление Естественно Мы так делаем N раз То есть у нас Веса могут быть Разные на каждом Слое Там ну например В бирте Это может быть Там 16 24 Слоя И там Длина этой последовательности Там порядка 512 Например Токенов Ну и для понимания Если мы там Обучаем Эту Архитектуру На каком-то корпусе Текстов Для того чтобы Получить нашу Языковую модель Обычно это может требовать Там недели Месяцев Обучения Если у нас большой корпус И глубокая архитектура Для того чтобы получить Необходимое Качество Прекрасно Теперь Давайте Перейдем Вернемся к проблемам Которые были в начале И я уже потом Перейду К К Описанию Идей Которые мне кажется Можно было бы Здесь делать Если у кого Какие-то вопросы По поводу Оттеншин и Трансформеров В целом Может стоит Сбросить их в чат Я сейчас быстро Гляну И на них отвечу Что такое Кверис Кейс и Валюс Смотрите Кверис Кейс и Валюс Это фактически Можно назвать Отдельными Имбедингами Нашего токена Для расчета Отеншина Можно так сказать То есть у нас Мы берем В этот вход Мы подаем Какой-то вектор То есть у нас Есть как бы Три входа В нашем слое Q, K и V В каждый из этих входов Мы можем подать Какой-то вектор Затем Ну в стандартной Архитектуре Этот вектор Он каким-то Линейным преобразованием То есть он перемножается На какую-то матрицу Происходит с ним Линейное преобразование И Вот уже Это преобразованное Соответственно Вектор полученный Он уже Сравнивается С Такими же Имбедингами От других Токенов Так что в этом смысле Можно сказать Что это Отдельные имбединги И для разных Важно Что для разных Ну Голов Отеншина Они будут Соответственно Разные В этом смысле Поэтому они могут Выделять разные Как бы Сущности Насколько хорошо Работают Отеншины Данных Трансформеров Если содержится Много Опечаток Ну Они Более-менее Хорошо Работают Это на самом деле Зависит от Токенизации Как мы будем Токенизировать Наш Текст Насколько Это схема Токенизации Будет устойчива К опечаткам Отеншин работает Лучше Чем рекуррентные Сети Да Лучше Потому что Он Вообще Позволяет Как это сказать Он Работает Уже Как бы С статической Последовательностью На самом деле И в этом В этом смысле Трудно Трудно Сопоставить Напрямую С рекуррентными Архитектурами Которые Последовательность Именно Последовательно Обрабатывают Но Вот Для задач Машинного Перевода И для Предсказания Следующего Токена Замаскированного Он работает Лучше Как обрабатывать Слова Которые Час встречаются Но не несут Смысла Они Специальным Образом Никакими Нет Специального Способа Их Обработки Они Точно Так же Как и Все Остальные Токены Обрабатываются Модель В процессе Обучения Сама Решает Как С ними Обращаться Окей Давайте Переходим К тому Какие Проблемы Ну Я Для Себя Сейчас Выделил И Решение Каких Проблем Направлены Те Изменения Которые Ну Я Предлагаю В своей Презентации Первое Так Извиняюсь Перескочу Чуть Первое Это Смешивание Глобального И Локального Сигнала Что Это Значит Как я Говорил У нас На входе Нашего Слоя Трансформера Мы Имеем Ну Последовательность Наших Токенов То есть Каждому Токену Мы Сопоставляем Вектор Ну и Правда Мы еще Добавляем Некоторые Спец Токены Типа Сепараторов Которые Разделяют Куски Нашей Последовательности Также У нас Есть CLS Токен Который Может Быть Использован Для Классификации Берт Архитектуре Для Классификации Того Следователя Одного Предложения За другим И На каждом После каждого Применения Слоя Нашей Архитектуры Слоя Трансформера Мы Для каждого Токена Вектор Перезаписываем Это Значит Что По мере Того Как Наш Сигнал Проходит Все Глубже И Глубже В Трансформер Мы За счет Внимания Селф Добавляем Каждому Токену Глобальную Информацию Когда Агрегируем Информацию Взвешенную О всех Векторах И Добавляем К нашему Вектору Мы Добавляем Локальную Информацию Но При этом Исходная Информация Локальная Которая Хранилась Конкретно В этом Токене Она Зашумляется Понятно Что Если Что-то Добавляем Мы Тот Сигнал Исходный Ослабляем Понятно Что Модель Должна Выучить Какой-то Хитрый Способ Как Правильным Образом Сбалансировать Добавление Глобальной Информации И сохранение Локальной Потому что Очевидно Что Если Мы Дойдем До Последнего Слоя У нас Будет Только Глобальная Локальная Информация Мы Задачу Не будем Хорошо Решать Вот И это Первая Проблема Проблема Да Леша Сорокин Спасибо Что Помогаешь Отвечать На вопросы Ребята Если Леша Будешь Подавать Отвечать Ты Поможешь Я Не буду Отвлекаться На вопросы Надеюсь Что Ты Справишься Походу В чате Второе Проблема Кажется Что Если Мы Решаем Какую Задачу С точки Зрения Мы Рассуждаем О чем То Или Даже Если Нам Дают Текст С Пропущенными Словами И Попросит Нам Нас Эти Слова Пропущенную Вставить То Мы Так Психологически Будем Рассуждать О том Как Мы Задачу Решаем То Пропущенной Например Мы Можем Привлечь Какие-то Слова И Какие-то Предложения Которых Не существует В том Тексте Который Является Условием Задачи В этом Смысле Мы Как бы Генерируем У нас У себя В рабочей Памяти Какой-то Оперируем Рабочей Память В которой Есть наш Текст Также У нас Есть Кусок Рабочей Памяти Куда Мы Складываем Некоторые Содержания Некоторые Понятия Некоторые Слова Которые Относятся К решению Нашей Задачи Но Напрямую Не Присутствуют В нашем Тексте В текущих Архитектурах На Трансформере Это невозможно Потому что Мы Всегда Оперируем Только Теми Токенами Которые Присутствуют В нашей Исходной Последовательности У нас Есть Некоторые Замаскированные Токены В принципе Мы Можем Туда Вставлять Некоторые Гипотезы На каждом Этапе Но Это Очень Сильно Ограничено Казалось Бы Возможно Если Мы Расширим Трансформер Добавив Туда Что-то Что Позволяло Бы Модели Нечто Вспомнить Записать В какой-то Кусок Рабочей Памяти И потом Это Использовать При Обработке Самих Токенов Возможно Это Может Помочь Точно Так же Как Если Мы Вернемся К Модель Возможность Разделения Локального И глобального Представления То Наверное Это Тоже Может Нам Помочь Как-то Нашу Задачу Решить Проблема Номер Три С одной Стороны В Трансформере Есть Self Attention И Это Очень Здорово И Кажется Это Говорит Нам О том Что Для Решения Задачи NLP Почему Трансформер Хорошо Работает Потому Что У Нас Есть Какие То Части Наши Последовательности Которые Далеко Находятся От Текущего Токена От Текущего Слова Но При Этом Важны Для Решения Какой Задач Особенно Часто Это Важно Для Решения Какой Задач Которая Основана Для Которой Нужно Разрешить Анафору Задач К Референции Когда У нас Есть Какое Местоимение Которое Отсылает Нас Какому Имени И нам Нужно Что-то Восстановить В отношении Этого Местоимения А информация О том Что Восстанавливается Как-то Завязано На Какой-то Контекст Который Вообще В других Предложениях Встречался По Тексту 200 Слов До Этого И Поэтому Self-Attention Нам очень Сильно Может Помочь Потому Что Все Токены Смотрят На Все Другие Но С другой Стороны Это Ограничение Язык Локальным Гораздо Сильнее Ограничен С точки Зрения Современной Лингвистической Теории Мы можем Разбирать Предложения Получать Какие-то Древовидные Структуры Представлять Нашу Информацию О предложении В виде Деревьев Или Представлять В виде Каких-то Триплетов Типа Субъект Предикат Объект И Кажется Что Такие Ограничения Не присутствуют В нашей Архитектуре Явно Выражено Но Возможно Если мы Введем То Это Облегчит Нашей Модели Обучение И Может Мы Получим Лучший Результат Хотя Понятно Что Такая Общая Архитектура Как Трансформер Потенциально Может Выучить Такие Ограничения Вот Ну и Последняя Проблема Она Связана С Вычислительной Сложенностью Трансформеров Что Так Как Все Смотрят На Всех То По Мере Того Как Мы Увеличиваем Длину Нашей Последовательности С которой Мы Работаем То У нас Квадратично Растет Количество Вычислений Которые Мы Должны Сделать Потому Что Мы Рассчитываем Attention Всех Со Всем Окей Это Были Проблемы Давайте Теперь Следующий Слайд Это То Как Мы Можем Их Попытаться Эти Проблемы Решить Проблема Номер Один Смешение Локальных И глобальных Сигналов Здесь Какие Могут Решения Решение Номер Один Добавим Память Для того Чтобы Хранить Некоторые Глобальные Представления И Будем Надеяться Что Модель Выучит Использовать Эту память Для того Чтобы Как раз Глобальные Представления Хранить А Локальные Не Замусылить Второе Мы можем Вообще Заставить Модель Глобальные Представления Обрабатывать В отдельном Некотором Потоке Разделив Обработку Локальной Информации Глобальной И Таким Образом Мы Возможно Решим Эту Проблему Смешивания Глобальных Локальных Сигналов Проблема Отсутствие Представлений Отсутствие Учета Того Что Относится К текущей Последовательности Здесь Мы можем Попытаться Сгенерировать Ну Сгенерировать Заставить Модель Генерировать В память Некоторые Представления Которые Ей могут Смогут Помочь Решать Задачу Проблема Номер Номер Три Архитектура Как поменять Архитектуру Чтобы Внести Туда Какие Ограничения Которые Нам Лучше Помогут Решать Нашу Задачу Например Мы Можем Построить Иерархическую Архитектуру Для Нашего Многослойного Трансформера Причем Каким Хитрым Способом Чтобы У нас На разных Слоях Обрабатывались Разные Как бы Уровни Абстракции Содержания Нашей Последовательности Но при этом Сохранялась Каким-то образом Локальность Можем Пытаться Внести Представление Нашего Текста В виде Триплетов Как бы Попытаться Построить Некоторый Такой Аналог Некоторого Антологического Такого Пространства В котором Мы будем Манипулировать Уже Каждая точка Будет представлять С собой Каждый вектор Будет являться Представлением Тройки Токенов И будем Заставлять Нашу модель Выучить Такое Если мы Говорим О том Что В принципе Полезно Независимо Например Рассматривать Разные Аспекты Какой-то Задачи Разные Аспекты Нашего Содержания Нашей Последовательности То мы Можем Попытаться Разделить Обработку Нашей Последовательности На несколько Параллельных Как бы Потоков Обработки И В надежде На то Что каждый Поток Параллельный Он как бы Будет Генерировать Независимые Гипотезы О том Что происходит Там И потом Мы эти Гипотезы Сагрегируем И возможно Такое А-ля Внутреннее Ансамблирование Поможет нам Решить Нашу задачу А и Четвертое Это если Мы Будем Использовать Чтобы Улучшить Масштабирование Если Мы Будем Использовать Память Как Боттленек И Ограничивать Наши Вычисления Отеншином Вычислением Внимания Только на Память В основном Со всех Токенов То это Нам Позволит Сэкономить Расчет Вот Такие Вот Идеи И Сейчас Я Расскажу Как Мы Эти Конкретные Идеи Потенциально Могли Реализовать Еще раз Я может быть Напомню Обозначение Которое Буду использовать То есть Я буду Оперировать Такими двумя Видами Представления Архитектур Первое Слева Это Такое Самое Самое Грубое Представление Где Розовенькое Это Вектора Которые У нас Получаются Много Векторов Фактически Это Память Нашего Трансформера И Зеленые Стрелочки Это Преобразование Которое Мы Делаем С Этим Векторами То есть Мы Делаем Attention В стандартной Архитектуре И делаем Update Attention и Update Ну и Более Подробное Представление Этого Процесса Когда у Наш слой QKV Для того Чтобы Ну Было Понятнее Дать Какую Детализацию За счет Чего Реализовывается Тот Или Иной Другой Тип Attention Первое Самый Простой Вариант Мы Говорим Давайте Мы Вообще Не будем Трогать Архитектуру Нашего Трансформера Замечательно Она Так Прекрасно Со всем Справляется Мы Просто Добавим Память Что Значит Добавим Память Ну Возьмем Скажем Добавим Спец Токен Которым Назовем Memory И К нашей Последовательности Спереди То есть Если у нас Например Есть Стандартном Трансформере Там Какой-то Архитектуре Мы Подаем 512 Последовательности 512 Векторов 512 Токенов То Теперь Мы Будем Выделим Из этих 512 Слотов То есть У нас Есть В нашей Архитектуре 512 Слотов Мы Говорим Что Первое Например Там Я не знаю 42 Слота Мы Зарезервируем Под память 512 Минус 42 Это Получается 470 Слотов У нас Останется Под Все Те же Самые Токены Которые У нас Есть Стандартной Архитектуре И Будем Обучать Эту Например Архитектуру В той же Самой Задаче Маст Лингвич Модел Как Обучаем Берт Ничего Больше Не Меняя В Ней Вот Такой Очень Простой Подход При этом Что у нас Получается У нас В этом Случае У нас Есть Тоже Полный Self Attention Это Значит Что При Обновлении Векторов Нашей Последовательности Может Внимание Смотреть На то Что Хранится В нашей Памяти Вот Здесь Синенькой Также И При Обновлении Памяти Перезаписи Для Перезаписи Памяти Мы Будем Смотреть На то Что Есть В нашей Последовательности Вот Такая Простая Идеология Соответственно У нас Есть Несколько Вариантов Как Мы Могли Это Реализовать Вот Слева Здесь То Что Мы Можем Эти Эти Вектора Эти Токены Мем Запихнуть В начало Нашей Последовательности Можем Поэкспериментировать Запихнуть Их Рядом С Сепараторами Например Так как Ну Сепаратор Сам По себе Кажется Это Служебный Токен И Может Берт Современный Он Уже Использует Сепаратор Как Нечто Для Того Чтобы Ну Как Раз Записать Туда Некоторую Информацию Глобальную Которая Была бы Полезна Другой Вариант Мы Можем Приконкатинировать Например Ну Тогда Правда Нам Придется В пару Раз Уменьшить Длину Наши Последовательности Приконкатинировать Каждому Вектору Вектор Памяти Тогда У них Будет Одинаковый Position Encoding И Мы Будем Как Учитывать Вот Этот Вектор Ну И Тоже Self-Attention Будет Каждый Другой Вектор Будет Видеть В данной Позиции Не Только Вектор Токена Но И Какой-то Грубо Говоря Мы Говорим Что Всю Глобальную Информацию Которая Относится К Этому Токену Мы Записываем В память А Вся Локальная Информация Об этом Токене Она Так И Будет Передаваться Через Самый Вектор Это Другой Вариант Реализации Но Также Очевидно Что И Токены Могут Быть Эти Вектора Могут Складываться С Векторами Токенов Третий Вариант Реализации Этой Памяти Окей Это Мы Рассказали Сейчас Я Рассказал О том Как Мы Можем Эти Мем Токены Использовать Для того Чтобы Расширить Память Для того Чтобы Разделить В надежде На то Что наша Модель Наш Трансформер Обучится Разделять Глобальную Информацию От Локальной Также Эту Архитектуру На самом деле Мы Можем Попытаться Использовать Для того Чтобы Решить Проблему Номер Два Представление Внешних Данных В нашей Модели Как Это Можем Сделать Фактически Мы Говорим Что Давайте Мы Сделаем Так Придумаем Способ Чтобы Модель Могла В эти Мем Токен Записывать Непроизвольные Вектора Сейчас Мы Никак Не Ограничиваем Мы Говорим Пиши В эти Мем Токены Что Угодно Дорогая Модель Все Что Тебе Может Быть Полезно Для Того Чтобы Решить Свою Задачу И Это Мы Говорили Для Разделить Глобальное Локальное Представление Теперь Мы Говорим Ага Но Мне Нужно Что Чтобы Представляло Нечто Правильно Мы Можем Взять И Заставить Модель Предсказывать Вот в эти Мем Токены Некоторые Вектора Которые Похожи На Имбединг Токенов В нашей Последовательности То есть Модель Пишет В память Не произвольные Вектора А Имбединг Токенов Таким Образом Понятно Что у нас Есть Генеративные Модели Авторегрессионные Которые Генерируют Тексты Знаменитая Библиотека Трансформера От Хаггинг Фейс С чем Связана Ее популярность Что Это же Так Замечательно Подать Какую-нибудь Затравку И получить Замечательное Продолжение Текста И Тот Пост Карпатия 2015 Года С Посимвольной Моделью Которую Генерировала Шекспира Тоже Как бы Который Получил Ну там Фактически Был один из Таких Хайповых Постов Для Который Положил Там Можно сказать Ознаменовал Начало Новой Весны В области MLP Как раз Основан На том Что модель Может генерировать Что-то Осмысленное Мы говорим Что модель Раз ты можешь Генерировать Что-то Осмысленное С точки зрения Предсказания Токенов Последовательности Но может быть Ты выучишься Генерировать Что-нибудь Осмысленное На каждом Этапе Обработки То есть После каждого Слоя Трансформера Может быть Ты будешь Записывать Что-то Осмысленное В память И тогда На следующем Этапе Я смогу На эту память Посмотреть И что-то Там лежит Важное Использовать Для того Чтобы Решить Задачу И очень важно Что если Например У нас есть 12 слоев Или там 24 слоя То есть У модели Есть возможность 24 раза Грубо говоря Что-то Вспомнить Записать В память И потом Прочитать Из памяти Для того Чтобы решить Задачу Это вот Еще одна Идея Как можно Эту архитектуру С добавлением Мем Токенов Попытаться Использовать Для решения Проблемы Номер Два Трансформера Архитектура Номер Три Для Решения Двух Проблем Первая Проблема Более Жесткого Разделения Локального И глобального Представления То есть Если на предыдущем Слайде Мы говорили О том Что мы Просто Зададим Возможность Модели Разделить Глобальное И локальное Представление То здесь Мы говорим Но Может быть Модель Не захочет Пользоваться Вот этим Замечательным Мем Токенами А все Он будет Запихивать Глобальное Представление В вектора Токенов Давайте Попытаемся Более жестко Заставить Ее Отделять Глобальную Информацию Как мы Это можем Сделать Давайте Посмотрим На эту схемку В центре Как это Можно Сделать Мы говорим Давайте Мы при обновлении Векторов Токенов Будем Смотреть Только На память Мы Будем Разрешать Attention Смотреть Только На память И не Будем Разрешать Attention Смотреть На Другие Вектора Таким образом При этом Когда мы Пересчитываем И обновляем Вектора Хранимые В памяти В принципе Наша модель Может смотреть Как на Вектора Наших Токенов Нашей Последовательности Которые Мы анализируем Но так же И на саму Себя На предыдущем Как бы Этапе Обработки Мы можем Смотреть На Свои Собственные Значения Все что У нас В памяти Хранится Ну и Также На Вектора Как это выглядит Если мы будем Это реализовывать У нас есть Наша входная Последовательность Сначала Мы обновляем Содержание Памяти То есть Мы смотрим Как на входную Последовательность Так и на Наши Токены Поэтому Мы берем Кью Как бы Квери С наших Входных Векторов Агрегируем Как другие Вектора Из памяти Так и Вектора Из последовательности Обновляемся Делаем Апдейт Получаем Как бы Уже Такое Агрегированную Глобальную Информацию О нашей Последовательности А на Следующем Этапе Это Стрелочка Номер 4 Мы делаем Здесь она тоже Показана 4 Это Self-Attention Оттенден При обновлении Векторов Входной Последовательности Только на Память Здесь Это Изображено То Что мы Берем Из наших Векторов Полученных Из памяти Кью Кейс Для Расчета Обновления Вектора То есть Мы берем Вектор Последовательности И Смотрим Аттеншином Только на то Что есть в памяти Не смотрим На другие Вектора Сагрегируем Эту информацию Записываем Обновляем Наш Вектор Берем Следующий Вектор Последовательности Ну и После того Мы рассчитали Все Аттеншины Мы делаем Update 5 Обновили Нашу Последовательность Ну и Потом опять Снова Обновляем Сначала Память Потом снова Обновляем Нашу Последовательность То есть Вот такой Как бы Последовательный Друг за Другом Идущий Идущие Этапы Обновления Памяти Обновления Векторов Обновления Памяти Обновления Векторов И здесь Получается Что фактически Вот эти Вектора Это такой Наша память Это такой Боттлнек В который Через Буфер Это Единственный Способ Нашей модели Передать Глобальную Информацию Между Токи Потому что Это только Единственное место Где она смотрит На всю Последовательность Ну Открытый вопрос Естественно Будет ли Улучшить Лет нашу Архитектуру Или ухудшит Сложно Тут сказать Нужно Проводить Эксперименты Но И тоже Понятно Что в принципе Кажется Что Если Мы будем Рассматривать Трудоемкость Изменения Модификации Архитектуры То Предыдущий Вариант Наш Это Добавление Мемтокенов Здесь Фактически Мы вообще Ничего Не переделываем С точки Зрения Архитектуры Кажется Это просто Очень Простой Эксперимент Следующий Вот этот Вариант Это Чуть Более Сложный Хотя Мы здесь Архитектуру Не меняем И сами Слои Не меняем Но нам Нужно Как бы По-другому Перенаправить Грубо говоря Потоки Векторов В процессе Обсчета Ну и Соответственно Веса у нас Будут разные Вот для всех Этих матриц То есть У нас Как бы Появятся Свои Слои Трансформера Свои Веса Для Тех Слоев Которые Работают С памятью И для тех Которые Обрабатывают Токи Но в принципе Здесь Ничего Небо сложного Нет Для Тех Кто Работает С таким Архитектурем Следующая Чуть более Сложная Модификация Этой Модели Вот смотрите В текущей Трансформерной Архитектуре Когда мы Рассчитываем Self-Attention Мы всегда Рассчитываем Только По парной Взаимодействии Между Токенами Но в реальности У нас Могут быть Более сложные Какие-то Взаимодействия Между токенами Не только парные Трое Триплеты Этих Токенов Более Широкие взаимодействия Аттеншенов Здесь видите Квадратик Внизу Несколько таких картинок Квадратиков Это как бы Коэффициенты В этом квадратике У нас По каждой стороне У нас Отложена Позиция Токена И Там Где У нас На пересечении Этих двух токенов Говорит То Какое Аттеншен Одного токена На другой То есть Фактически Что это такое Мы можем сказать И интерпретировать Эту карту Внимание Как некоторое Представление Графа Матрицу Смежности Некоторого Графа В котором Вершинами Являются Токены А Связями Являются Вот этот Аттеншен И в некотором Смысле У нас Есть Граф В котором Есть Столько Типов Связей Сколько У нас Есть Наших Голов Внимания И Эти Связи Имеют Разные Веса Вопрос Теперь Можем ли мы Глобально Посмотреть На Весь Этот Наш Граф И найти Паттерны В этом Графе И Исходя Из Этих Паттернов Как-то Перевзвесить Наши Аттеншена Изменить То Как Обработ Обрабатывается Наша Последовательность Как мы могли бы Это сделать Ну Такая Достаточно Простая Примитивная Идея Приходит В голову Ну Фактически Вот эти Картинки Аттеншена Матрица Это картинки Давайте Применим Какой-нибудь Метод С компьютерного Зрения К этим Картинкам Какой-нибудь Типа Аля Автоэнкодера Который На ход Будет Иметь Эти картинки И на выходе Тоже будут Иметься Похожие Картинки Такого же Размера И Вот уже Эти Преобразованные Картинки Мы Будем Использовать Подставим Вместо тех Аттеншенов Которые У нас Есть Сейчас В надежде На то Что модель Выучится Как правильно Преобразовывать Эти Карты Аттеншенов Более Сложным Нелинейным Образом Чтобы Получить Лучший Результат То Смотрите Что мы Можем Сделать Мы Берем Наш Стандартный Слой Трансформеров Ничего Не меняем Делаем Просто Небольшую Вставку После того Мы сделали Первый Наш Этап Обработки Трансформера Посчитали Все Атеншены Мы Эти Атеншены Передаем В другую Подсеть В другой Слой В данном Случае Мы Можем Взять Архитектуру Из Компьютерного Зрения Типа Юнет Берем Как бы Делаем Для нее Картинку Разные Каналы Нашего Изображения Эта Картинка Соответственно Обрабатывается Нашим Юнетом На выходе Мы получаем Некоторый Тензор Такой же Размерности То есть Такую же Картинку С таким Числом Каналов И Таким Числом Пикселей И И Используем Для Агрегации Для Расчета Апдейтов Каждого Вектора Не Исходные Веса Стандартные Веса Теншенов Которые Здесь Были А вот эти Преобразованы И В принципе Мы В каждый Слой Добавляем Вот такой Вот Блок Еще Одну Прослойку И Эти Веса Вот этих Юнетов Они у нас Точно так же Обучаются В процессе Обучения Нашей модели Вот Как бы Такая Идея Тоже Кажется Что она Не супер Сложная Для реализации Потому что У нас есть Стандартный Трансформер Если Мы можем Влезть К нему В кишки То нам В одно место Нужно Добавить Просто Вот этот Дополнительный Этап Обработки Информации Взяв Какую-то Более-менее Стандартную Отлаженную Архитектуру Имплементацию Вот этой Архитектуры Окей Окей Это то Как мы Можем Попытаться Построить Иерархический Attention В нашей Модели Self-Attention Двигаемся Дальше Ну и теперь Если мы можем Взять и скомбинировать Идею Про Иерархический Attention С идеей Про Memory Мы можем Сказать Что Ребят Давайте Вот этот Иерархический Attention Он важен В основном Для того Чтобы Какую-то Глобальную Информацию Представлять И поэтому Мы будем Его использовать Только для При обновлении Наших Memory Токенов Нашего Глобального Представления Но не при обновлении Векторов Например Вот такая Еще дополнительная Идея Окей Двигаемся Дальше Идея С введением Дополнительного Антологического Пространства То есть Как я говорил Ну давайте Попробуем Каким-то Образом Ограничить Нашу Архитектуру Трансформеров Может быть Не ограничить А дать им Возможность Производить Операции Не только В пространстве Токенов Ну или Представлении Токенов В некотором векторном Пространстве Но и в пространстве Которое бы Представляло Тройки Токенов То есть Смотрите Давайте посмотрим На самую Левую Часть Слайдер Здесь внизу Где у нас есть Три таких Плоскости Три пространства Вот Само Внизу Это пространство Слов Назовем так В кавычках Слов Здесь у нас Мы говорим Что тогда Если мы возьмем Нашу последовательность Мы получим Некоторые Эмбединги Нашей последовательности Ну и вообще Как бы В нашем Трансформере На каждом этапе Обработки Мы находимся Вот в этом Пространстве Слов То есть У нас Каждому Токену Соответствует Какая-то Какая-то Точка Какой-то Вектор И наша Задача Если мы Рассматриваем Задачу Машинного Перевода Получить В результате Работы Наши архитектуры Из одной Последовательности Получить Другую Последовательность Отобразить Другой Набор Точек В Нашем Пространстве И мы Все время Что очень важно В текущем Подходе Как бы Нас Архитектура Заставляет Все время Находиться Вот в этом Пространстве Мы говорим А что будет Если мы возьмем Давайте попробуем Добавим ей Новое пространство И дадим возможности Для нашей модели Оперировать Как вот в этом Пространстве В пространстве слов Но и в некотором Другом Более высокоуровневом Пространстве Назовем это Пространством Предикатов Где у нас Мы говорим Что для решения Задачи NLP Часто нам Полезно Представлять Нашу Последовательность В виде Там Субъект Предикат Объект В дополнение Там Например К векторам Токенов И Давайте Попробуем Выучить Ну сделать так Чтобы модель Могла выучить Вот такие представления Тогда у нас Параллельно Будет Обработка Нашей последовательности Как в пространстве Токенов Так и в этом Пространстве Троек Наших Как мы Можем Это реализовать Но опять же Давайте Опыты Если мы Попытаемся Переиспользовать Стандартные Архитектуру Self-Attention Какую задачу Мы должны Решить Мы должны Решить Задачу Предоставления Модели Способа Выучить Именно Выделение Троек Из нашей Последовательности Что такое Тройка Тройка Это фактически У нас есть Три элемента И у нас есть Три элемента Связанные Двумя Двумя связи То есть у нас есть Субъект Связь между Субъектом И предикатом И связь между Предикатом И объектом Мы говорим Ну если у нас Attention Кодирует Некоторую связь Давайте мы Создадим Специально Как бы Введем Специальный слой В котором есть Две головы Attention И Мы говорим Что Каждый из этих голов Первую голову Мы будем Учить Предсказывать Связь между Субъектом И предикатом А вторую Связь между Предикатом И объектом Более того Так как здесь у нас Мы подразумеваем Что у нас Однонаправленные связи Мы можем даже Сказать что это Некоторые треугольные Матрицы Attention А не Квадратные Мы ограничиваем Что у нас Только в одном направлении Может быть Посчитана Матрица Вот Таким образом Мы теперь можем Имея Вот такие Attention То есть Это Субъект Предикат И предикат Объект Attention Сформировать Рассчитать Как бы Компоненты Предварительно Из которых Мы получим То есть Выделить Три компонента Которые потом Сложив Например Мы можем Получить Вектор Который будет Представлять Триплет То есть Поэтому Что у нас Есть Мы Подразумеваем Что у нас Есть Токены Или Группы Токенов Которые Представляют Субъект Токены Которые Представляют Прадикат И токены Которые Представляют Объект То есть Сначала Мы рассчитываем Некоторый Вектор Где мы Берем Исходный Токен Потом Делаем Точнее говоря Вот это Это у нас Все токены Мы перемножаем На attention И агрегируем Их Получаем Некоторое Представление Для данного Группы Текущего Элемента Текущего Вектора Которого Мы хотим Сгенерировать Векторное Представление Агрегированное Субъекта Нашей тройки Потом Мы делаем Здесь у нас Мы предполагаем Это как бы Некоторые Наши дополнительные Допущения О том Что мы хотим Чтобы вот это Пространство Предикатов Оно имело Большую размерность Чем наше Пространство Токенов Мы Таким образом Здесь используем Некоторое Линейное Преобразование Выучиваемое Которое У нас Отображает Вот этот Вот Имбединг Скажем так Агрегированное Представление Субъекта Вот В этом Наши Размерность Нашего Пространства Предикатов То же самое Мы делаем Для отношения Предикат Объект То есть Мы делаем Агрегированное Представление Объекта Отображаем Отображаем Пространство И потом Имея Эти два Оттеншина Мы Как бы Отбираем Ну Говорим Для данного Конкретных Токенов Предиката Которые входят В эти отношения Насколько Там Высокий Оттеншин Суммарный Для данного Предиката Взвешиваем Его вектор И Отображаем Опять же В размерности Этого пространства Ну и затем Просто складываем Эти три вектора Естественно Вот эти вот Три матрицы Они обучаемы И поэтому У нас В общем случае Получается так Что у нас Вот это сложение Зависит от той В какой последовательности Мы складываем Наши вектора То есть Одни и те же Там Имбедит гитокенов Если они попали Преобразованы Разными матрицами Они будут По разным представлены Поэтому Потому что Очевидно Что в таком Предикатном Представлении Порядок Субъекта Предиката Объекта Он Имеет смысл То есть Получается Что в базовой Версии Мы Просто Говорим Модель Давайте Мы Сначала Когда Постав Мы С предыдущего Слоя Получили Векторное Представление Токенов Мы Теперь По ним Рассчитываем Их Отображаем Как бы Наше Пространство Субъект Предикат Объект Получаем Набор Вот этих Векторов Триплетов Дальше Например Что мы можем сделать Мы можем просто Тупо Применить Опять Тоже самое Трансформер на Архитектуру Но уже Вот в этом Пространстве Предикатов Можем Сделать Одну Две Три Как бы Итерации То есть Наша Модель Просуждает Слегка Вот в этом Пространстве Предикатов И потом То что Получилось Эти вектора Мы можем Использовать Для того Чтобы обновлять Вектора Нашей последовательности То есть Теперь Когда мы Рассчитываем Апдейт Опять же При помощи Стандартной Архитектуры Трансформера То вот эти Вектора Смотрят Не только На соседние Вектора Которые мы Получили Мы Получили В результате Вот в нашей В нашей Последовательности Точнее говоря В нашем пространстве Троек Субъект Предикат Объект Вот И после того Как мы Сделали Апдейт Векторов Снова В нашем Слое В принципе Этот блок Мы можем Повторить Мы можем Снова Закодировать Триплеты Снова Их Прогнать Вот такая Идея Причем Что здесь Важно Что Мы как бы Не заставляем Модель Все время Испортить Только это Пространство Например У нас Здесь есть Как пространство Наших Токенов И мы В нем Делаем Апдейты Так и Наше пространство Троек И мы В нем Параллельно Делаем Апдейты Модель Может По идее Если ей Это пространство Не нужно Никакого Вообще Не использовать То есть Такой вариант Тоже Возможно Возможно Просто Использовать Эти вектора То есть Мы проводим Эксперименты И видим После того Мы выбросим Вот это Нашлеп Который Мы создали Там Положив Все эти веса Оттеншины К нему Равным Нулю И У нас Все Продолжает Работать Так же Замечательно Значит Это нам Было Не нужно Ну и Вообще Если мы Увидим Что это Не проявляет Качество Очевидно Что это Нам Не нужно Было Окей Это Места Чего Повторить Так 703 А сейчас 1905 Сейчас Все Слышат Меня Это Было Классное Лирическое Отступление Хорошо У нас Есть люди Которые В другой Комнате Пришли И сказали Прекрасно У меня Кстати Тут есть Индикатор Вот Сейчас Я его Вижу Что У меня Все Работает Просто У меня Был Выключен Окей Возвращаемся К презентации То есть Последние слова Которые Я не рассказал Заключались В том Что На самом деле Как бы Мы можем Использовать Вот это Депантное Пространство Антологии Как параллельно Со стандартным Потоком Обработки Данных В пространстве Токенов Вектором Пространстве Токенов Так и Например Заставив Модель Всю глобальную Информацию Закачивать В это Антологическое Пространство То есть Мы можем Точно так же Как В предыдущей Модели С токенами С памятью Взять И сказать Что мы будем При обновлении Векторов Токенов Смотреть Только На Антологическое Пространство Но не смотреть На другие Токены И тогда Как бы Наша модель Будет Вынуждена Запихивать Вот туда Всю глобальную Информацию Как-то так Чак-чак-чак-чак Чак-чак-чак погрузиться в это все безобразие сказав, что если у нас есть пространство токенов пространство слов есть пространство предикатов может есть какие-то более глубокие, глубинные подсознательные пространства глубинное сознание нашего языка нашего народа, которое нам позволит что-то смысл отыскать, которые просто так даже и не передашь словами вот, и будем добавлять как нам в общем в общем случае добавлять все более и более глубокие пространства в нашу модель при этом мы хотели бы сохранить вот это прекрасное свойство нашей архитектуры, чтобы параллельно мы могли бы как бы обрабатывать нашу последовательность сразу же на всех уровнях то есть мы не хотим терять локальную информацию мы не хотим терять информацию на промежуточных уровнях мы хотим ее все время принимать во внимание потому что если мы какой-нибудь возьмем там стандартный подход автоэнкодера, да когда мы все сжимаем, 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 сжимаем более иерархически в середине у нас есть боттленек совсем что-то такое подсознательное а потом мы пытаемся из этого сгенерировать что-то осмысленное можно сказать, что и так попробовать но как вариант и как мы видим в юнете мы можем действовать как бы параллельно на нескольких уровнях представления нашей последовательности как мы можем это реализовать что мы делаем давайте возьмем и построим иерархически наш трансформер нашу архитектуру из трансформерных слоев таким образом то есть мы берем нашу входную последовательность эту входную последовательность мы при помощи трансформерного слоя отображаем в нашу последовательность векторов теперь значит наша задача мы хотим сделать как бы погрузиться глубже перейти на следующий уровень представления для этого мы используем слой трансформера и генерируем вектора на, например, уже большей размерности но в меньшем количестве на следующем уровне при этом при генерации этих векторов мы как бы смотрим при помощи attention агрегируем содержание вот этих вот векторов наших последовательств после того как мы получили вектора на следующем уровне на уровне предикатов мы теперь можем погрузиться глубже на уровень, скажем, предложений или каких-то там комбинаций предикатов опять же мы берем стандартный слой трансформера смотрим на наше векторное представление предикатов и их агрегируем для того, чтобы создать и сгенерировать наше представление в этом пространстве предикатов потом мы делаем в этом предикатов а более в этом пространстве предложений потом мы делаем update вот у нас векторное представление вектора представлений Вектора в этом пространстве предложений Потом мы делаем апдейт при помощи трансформера Получили обновленные представления в пространстве предложений И теперь мы можем сделать Обновить наше представление в пространстве уже предикатов То есть мы берем вектора предикатов Смотрим на уровень выше Такой у нас получается top-down attention То есть мы тем, что сверху, фокусируем тем, что снизу Мы как бы снизу смотрим вверх Посмотрели на то, что у нас было на уровне предложений И обновили наши вектора предикатов Теперь у нас есть обновленные вектора предикатов Куда мы агрегировали наши знания, наши представления, текущие Контексты на уровне предложений Теперь мы можем обновить наши представления токенов на уровне каждого токена Естественно, мы берем токены, смотрим на представление предикатов Агрегируем эти представления предикатов и обновляем наши токены И потом эти получившиеся вектора уже используем в нашей выходной блайде Таким образом, в некотором смысле это похоже на то, что мы видели на предыдущем слайде Где мы добавляли один уровень нашей иерархии А здесь мы говорим, что в принципе мы можем добавить еще один уровень Но и никто нам не мешает добавить еще один и еще один Ну и там пока у нас хватит памяти, вычлительных ресурсов Ну или дури, добавить еще больше слоев в эту последовательность Окей Это были самые сложные на сегодня архитектуры И последняя идея это Идея разделений, как бы параллельной обработки нашей последовательности Откуда вообще берется идея, что это нам может быть полезно Ну то есть как бы, представьте, у нас есть некоторая последовательность Вот мы уже там пару раз ее пропустили через стандартный трансформерный слой И получили ее векторное представление для всех токенов И говорим, что теперь, например, мы хотим иметь специализированные головы И вообще сделать несколько этапов обработки этой последовательности независимо Как бы специализированными слоями Не замешивая информацию о промежуточных этапах обработки этой последовательности Или, например, мы хотим как бы параллельно обработать несколько гипотез О том, что в нашей последовательности происходит И самый, как бы, кажется, тоже особо не требующий больших трудозатрат способ Мы говорим, что мы просто возьмем те же самые архитектуры стандартную Просто в какой-то момент мы говорим Теперь мы вот эти вот наши вектора, которые мы сгенерировали Мы подадим не в один слой, а параллельно в три слоя С разными рисами И сделаем там по паре итераций Получим представление на выходе из каждого слоя Еще раз подадим независимо То есть в этом смысле мы будем использовать головы только вот из этого стрима Только из этого, грубо говоря, колонки нашего трансформера Значит, здесь вот эти вот три головы Здесь другие три головы, здесь другие три головы Как бы веса независимо здесь обучаются Потом мы все эти представления, которые у нас получены для трех разных стримов, агрегируем Подаем для еще, как бы, чтобы сегрегировать наш слой Который уже будет иметь на выходе вектора, как бы нашего стандартного лица Вот как бы такая идея Мне это был еще последний слайд в презентации На самом деле он похож на, как бы, другая вариация слайда с иерархической архитектурой Просто я вам здесь для того, чтобы, может быть, такой завернутый юнетовское представление архитектуры не очень понятно Я здесь попытался его развернуть в стандартное, как бы, наш, как мы рисуем Берт, например, представление трансформера Развернуть его в такую последовательность обработки И такие skip connection у нас здесь получились, которые идут с первого слоя на предпоследний Со второго на, там, N-2, там, и так далее Но, как бы, это просто, может, для лучшего понимания Тот, кто хочет, ссылка на презентацию у всех есть, можно залезть посмотреть Теперь я предлагаю поступить следующим образом Так как у нас есть двусторонняя связь, я сейчас включу микрофончик У себя, точнее говоря, динамики И я предлагаю сделать следующим образом Давайте в чате, тот, кто хочет высказаться, у кого есть Давайте заявку свою, что я хочу сказать что-то, там, или задать вопрос Напишите это Я посмотрю, отберу кандидатуру и скажу, там, Петя, Вася, тебе слово Человек включит микрофон, скажет, и мы с ним побеседуем Можно в чате задавать, но в чате я прошу, там, как бы, написать, что я там хочу задать вопрос И там про что А я скажу, да, давай, например, я скажу, там, Гриш Сапунов Я тебя хочу послушать, давай с тобой побеседуем Или кто-то еще там Так, пока у нас есть один желающий, вот, Ториес Я не знаю, к сожалению, как это Представь, представься тогда Можешь задать свой вопрос Пока ты... А, это Таня Шаврина Ну, так давай Всем добрый вечер Слышно меня? Специалист по трансформерам Сбербанка И по E-LMH модели Ну, я так-то изначально лингвист, так скажем Теперь уже переквалифицировалась Вот, засланный казачок, такой специалист по трансформерам Ну, да ладно, пусть будет так Я хочу сказать, да, что изначально, как лингвисты, да, мы такие всегда недовольные пользователи, да, от задачи языковых моделей Там, когда были еще там очень давно какие-нибудь марковские цепи, и мы на них пытались генерировать последовательности Ну, казалось, что это уже правдоподобно, но очень сильно локально переучивается, да, на контексте Потом появились conditional random fields, когда можно было уже там встроить несколько уровней разметки Там, сделать какие-то сложные более модели, которые зависели от разных параметров Но они очень сильно переучивались на комбинациях этих параметров И потом, когда появились, наконец, RNN-ки и LST-енки Все думали, что вот, ну все, настал тот момент, когда мы сможем прям хорошо моделировать человеческое языковое поведение Но так получается, что он до сих пор не настал Действительно, attention – это, наверное, одна из самых важных вещей, которая произошла в последнее время И то, что разные слова имеют разный вес в контексте, и надо сохранять при этом информацию о последовательности Это очень круто и очень важно Хорошо, что у нас это сейчас есть Но, естественно, когда мы пытаемся моделировать такой сложный объект, как текст Еще не всю информацию мы научились, всю минимально важную, так скажем, информацию мы научились кодировать Мне очень нравится идея с триплетами, если честно Потому что, конечно, самое главное в описании ситуации любой и в любом предложении – это предикат Он организует ситуацию, что произошло и какие действующие лица есть Ну и остальное второстепенно Но есть еще такой момент, что, в принципе, текст – это некоторая последовательность мыслей И, в принципе, задача предсказания следующего слова, она немножко искусственная Потому что мы, когда говорим или пишем текст, мы сами не предсказываем следующее слово У нас есть конкретная мысль в голове Может быть, это какой-то вектор Может быть, это еще что-то, мы не знаем У нас есть представление о том, что мы скажем И мы подбираем к этому слова Мы можем подобрать очень разные слова Но ситуацию мы опишем, зная заранее, что мы хотим сказать Поэтому было бы очень здорово действительно выйти на уровень выше уровня предложения То есть текст – это некоторая последовательность мыслей У нас есть не только синтаксическая структура А внутри текста есть еще дискурсивная структура Там есть начало, какие-то аргументы, заключения и так далее И если бы мы могли сделать, например, несколько уровней трансформеров Например, научиться так хорошо представлять вектор предложения Что последовательные вектора предложений Запихивать в новый attention Декодировать вектор следующего предложения И потом его разбирать на слова по нему Вот это было бы уже да Может быть, тогда бы мы могли справиться с проблемой, которая сейчас есть Что ни Берт, ни Роберта, ни ВПТ-2 Не могут все равно справиться с длинными последовательностями Если вы пробовали, вы знаете, наверное, что там ограничение на 512 в среднем бывает слов Ну или около того То есть, в принципе, мы можем написать страничку текста Который может быть плохо связан внутри себя Он будет грамматически правильный Но он не будет логичный А вот научиться передавать структуру Какую-то последовательность мысли Это уже, мне кажется, большая следующая задача Да, вот Таня, я, кстати, тут важную идею затронула Про то, что нужно сохранять контекст Мы ограничены длинной Вот эта архитектура, на которой я сейчас переключился С иерархическим трансформером Ее как раз можно использовать в таком рекуррентном режиме Когда мы говорим о том, что содержание на этом следующем уровне Грубо говоря, памяти в кавычках Оно у нас, мы двигаем как бы окно нашего трансформера по последовательности А вот это вот вектора, которые лежат вот здесь вот в памяти Если вы посмотрите на эту самую правую картинку Здесь вы видите, от Q есть такая стрелочка самого на себя То есть, они как бы действуют как рекуррентная сетка То есть, она берет при апдейте Свои собственные значения с предыдущего окна, грубо говоря Ну и отендится на более низкий уровень Который в дополнении к этому Который получился после сдвига То есть, здесь как раз это способ Вот эту высокоорвленную информацию Как бы сохранять при движении в последовательность Ну да, мне кажется, что это очень правильное направление И опять же повторюсь Идея с триплетами тоже очень важная Потому что это тоже такой способ связать Последовательные события между собой Если между предикатами, по крайней мере, будет связь Последовательная, то мы уже сможем Как бы описать последовательность действий Какую-то Ну да И мы в принципе Внутри разных предложений Да, тоже мы здесь можем так завязать обновления На движение нашей архитектуры Что у нас будет как бы Ну Представление токенов будет обновляться по мере сдвига То есть, мы как бы перешли Здесь сдвинулись по нашему тексту Да, у нас обновились представления токенов А то, что у нас лежит в глубине нашего иерархического представления Также вот в этом время пространстве триплетов Мы как бы можем Ну, апдейтить Именно эти вектора апдейтить А не заново их пересобирать Как происходит в случае нашего сдвига Таня, спасибо Очень классное содержательное выступление Ты еще что-то хочешь сказать? Или потом еще А, не, ну, наверное, да Наверное, послушаю, что коллеги еще хотят Да, давайте Сейчас, давайте Гришу Гриш, ты много чего говорил по ходу Но я, например, все пропустил Потому что я, к сожалению, не смог Как Александр Македонский Одновременно начать чат и рассказывать Я все-таки волновался И решил сосредоточиться на слайдах Потому что еще время от времени Выскакивали люди, которые хотят подключиться А так как в этом Google Meet Если я не нажму кнопочку То их никто не впустит Мне приходилось еще их оплавливать То если ты подключишься и расскажешь Как бы про свои мысли То будет очень здорово Да, давайте расскажу Ну, во-первых, я двумя руками за всякую иерархию Потому что в тексте она, безусловно, есть И текущие модели, и они про нее, в общем Ничего особо не думают и не знают Понимаю, что, возможно, в силу Малых, включительных ресурсов имеющихся Потому что явно придется добавить еще несколько таких же уровней Как есть часы для рука Но, тем не менее, да Я за иерархию Был бы здорово иметь модели, которые условно Но, Гриш, смотри Мы можем уровень-то добавить При этом мы можем Как я говорил Селф-оттеншн убрать И заставлять модели в губ смотреть И тогда мы сэкономим ресурсы И кажется, что можно как-то это сбалансировать Не совсем так страшно Ну, как-то можно, но по-хорошему, я думаю, все равно Эти модели требуют кратного увеличения ресурсов С уровнем иерархии Соответственно, ну, нужно много железа Вот Если пытаться это обучать на каких-то маленьких модельках И с хаком, и со всякими там на кастелях То есть шанс просто не добраться до нужного порога Когда действительно работает Но пробовать, безусловно, нужно Если есть идея, да Это классная идея В общем, я за иерархию Да Другой момент Ты там много про память упоминал И другие подобные истории Просто хочу сказать, что, в принципе, такие модели тоже есть То есть, во-первых, трансформер Excel Он с памятью был Во-вторых, компрессив трансформер Bitminder Который в конце прошлого года появился Это прям, мне кажется, ровно то, что ты описываешь Это такой двухуровневый Трансформер Excel с двухуровневой памятью Ну, не совсем Ну, как бы, например Он сложнее, чем ту архитектуру, которую я вначале говорил И там есть специальные какие-то кривые ограничения Которые мне не понравились На то, как они То, что они конкретно в память кладут Ну, да У них там довольно прямолинейная, мне кажется И такая простая история с обновлением памяти Но там как раз вот эту часть можно расширить А идея, на то, он очень сильно похож На вот эту историю с памятью Когда есть какая-то штука для долгого хранения Есть там какой-то промежуточный буфер Для обновления этой памяти Есть текущие эмбидинги, с которыми мы работаем И текущие последовательности И вот мы смотрим во все эти места И клево учитываем на глобальный контекст локальный Это здоровская история Мне кажется, да, это нужно пытаться применить И да, действительно, у всех текущих трансформеров Есть проблема с этим оттенком 512 токенов или что-то в этом роде Гриш, ты что-то пропал Можешь повторить по поводу ограничений последовательности? Алло, слышно? Да Ну да, это текущая проблема у многих Ну, у всех, мне кажется, трансформеров Что у них байдизайн есть ограничения И они не могут работать с длинными последовательностями Соответственно, с большим текстом и с коробками Мы работать не можем И хорошо бы идти туда, где эта проблема снята Кстати, хочу еще обратить внимание Что есть такой подзабытый трансформер Очень хороший Название Adaptive Attention Span от Фейсбука Где голова может выучивать нужный ей размер этого attention span И, соответственно, кто-то может выучить Ну, опять же, в каких-то пределах Но там кто-то может выучить спан на 4000 токенов А остальным там хватит по, не знаю, по 50 И в целом это будет работать быстро И по отзывам, это там один из немногих трансформеров Который умеет на одной быкушке И бы часто там, условно говоря, задний Мне кажется, на него полезно смотреть Это, кажется, хорошее решение Вот Еще я там комментировал про историю с Эпох Что это, опять же, похоже на другой трансформер Который я знаю Спартрансформер от OpenAI Где тоже находили некие паттерны в этом attention И, соответственно, за счет этого Прореживали его и получали Ну, какую-то облегченную Вычислительную историю Вот Я не знаю пример Где этот трансформер Который он супер хорошо заработал Но Тоже интересный кейс Это для некоторой степени работает Разумно пробовать Вот И Тоже хотел обратить внимание Что есть И было много работы Где паттерны инкорпорируют Разные внешние данные В трансформере Вот Большое направление Может быть Там что-то есть Разумное Но Надо смотреть В целом Может Что-то высказать Ну, еще там Я в комментариях писал Что Были же старые добрые Neural Turing Machine Deferential Neural Computer И было бы интересно Попробовать Да, и там Все управление памяти Было на репарентных сетях Ну, было бы интересно Наверное, попробовать То же самое В трансформерах Ну, да Здесь как бы Идея-то близко Что с этой памятью На самом деле Как бы Если посмотреть Первый вариант Про который я рассказывал Где у меня просто Есть мем-токены В которые Можешь что-то Хочешь записать Что хочешь читать На самом деле Как бы Это Фактически Имплементация Neural Turing Машин В некоторых Но просто Применом Механизма Self-Attention И Здесь как бы Просто Не с рекуррентными Сетями А Self-Attention Все Ну, да Вот Еще хотел Обращать внимание Есть Такой классный Класс Трансформеров Которые Условно Не авторегрессионные Там Керны Там Секи Ливенштейн Трансформеры И еще Другие Которые Собственно Не В авторегрессионном Режиме Строят Последовательность Декодер Строят Последовательность А Секи Операциями Вставки Там Замены И что угодно Мне вот эта история Тоже нравится Потому что Язык Как мы его Используем Это конечно Мне кажется Нифига Не авторегрессия У нас есть Какая-то Структура Какой-то Интент Там Не знаю Прагматика В общем Что мы хотим Сказать А дальше Мы поэтому Как-то генерим Нашу последовательность И в общем Я уверен Что В голове Он у нас Не как авторегрессия Работает А вот Скорее Больше похоже На вот эту историю С Какой-то там Трансформацией Какой-то структуры И так далее В общем Я верю В эти трансформеры Тоже Мне кажется Они по-своему Богатые В них тоже Полезно смотреть Цена штука Хорошо Окей Евгений Чумаков Вам слово Не слышно Да Слышно Да Хорошо Так Ну Всем привет В чате Я конечно Думаю Что Идея Добраться До Семантического Пространства Это Классно Очень Ну это вообще Ну то есть Для всего Само по себе Интересно Но у меня вопрос Как бы немного Не про это Он про Для того чтобы Использовать Ну то есть Для того чтобы Переобучать Такие сложные модели Как Верт Тем более с дополнительными Слоями еще Нужны Большие вычислительные Ресурсы И в рамках курса Как бы У каждого из студентов Там есть примерно Только Ну там Один ГПУ И все Наверное И Вопрос Собственно Связанный С этим Такой То есть Есть ли Возможность Тестировать Архитектуры На каких-то Более легких Мат Ну то есть Есть ли какой-то Экспериментальный Сетап Так чтобы Тестировать Архитектуры Не дообучая До конца И уже Понимать Ну то есть Насколько Они хороши Очень правильный Вопрос И Конечно же Когда Ну то есть Я думал о том Что Стоит ли вообще Предлагать Это Намекать на то Что из этого Может получиться Какие-то проекты Я над ним Вижу Решение Этой проблемы В том Что Мы можем Использовать Для экспериментов Именно Нано-трансформеры То есть В режиме Именно там Language Модели Маст Language Модели Но на каком-то Гораздо Меньше Там Не 512 Не знаю 64 Или там 128 Меньше Слоев Меньше Аттеншн То есть Как бы Пытаться Уменьшить Размеры Архитектур Но Исследовать Просто их Разные Вариации Как это Можно И нужно Сделать С практической Точкой Зрения Моя идея И я надеюсь Что мы Имплементируем Есть От Тензорфлоу Есть Коллаб С трансформерами Где там Задача Машинного Перевода По-моему Решается Значит Мы подготовим В ближайшее Время Базовый Коллаб На основе Этого Трансформерного Коллаба Для перевода Для Например Masked Language Model И Там Сделан Какой-то Бейзлайн На уменьшенной Архитектуре Который Б давал Какое-то Приемлемое Качество Идея Такая Чтобы Сделать Как раз Такой Песочницу В которой Можно пробовать Различные Архитектуры И экспериментировать При этом Чтобы обучение Занимало Несколько часов На несколько Дней Чтобы это Все Можно было Делать В коллабе Соответственно У всех Более-менее Был одинаковый Бейзлайн Вот как бы Пока Идея Что Надо Пытаться Таким образом Делать А потом После того Будет Пройден Такой Предварительный Отбор Да Те архитектуры Которые Показали В таком Игрушечном Варианте Нано Варианте Сильное Преимущество По сравнению С бейзлайном Уже Как бы С ними Провести Более Серьезные Эксперименты Выделить Под этой Мощности Увеличить И С точки зрения Числа параметров И обучить Их на Большем Объеме Текстов Вот как бы Какая Тактика Решения Этой проблемы Сейчас Нами рассматривается И еще Один вопрос У нас с этим Связан Примерно Вот у нас Есть уже Обычный Дерт Какой-то Есть ли Способы Ну то есть Есть ли Способы Как-то Эту модель Облегчить Ну потому что Скорее всего Понятно что Скорее всего Она содержит Избыточное Количество Данных Относительно Относительно Языка Наверняка Существует Я просто сейчас Не могу Конкретики Накой назвать Потому что Я по памяти Не вспомню Эти статьи Но кстати Я бы еще Добавил Мне в голову Походу Пришла Когда Начался Разговор Про Бедобученный Берт Что на самом деле Часть этих Архитектур Про которые Мы говорим Она Подразумевает Что у нас Некоторые Функционалы Которые Добавляем Он является Параллельным К основной Архитектуре И в этом плане Кажется Что возможно Мы можем Даже небольшими Высчитательными Ресурсами Просто Дообучать Уже имеющиеся Предобученные Модели На Берте На Берте Просто Добавив Некоторую Как бы Подсеть Которая Реализует Архитектурные Изменения То есть Как сейчас Мы Взяв Имеющийся Берт И И Использов Какие-то Головы Можем Обучать Его Для Разных Задач И Это Занимает Не Так Много Время Также И Здесь Мы Можем Добавить Например Векторное Представление В пространстве Онтологии То Что Я Назвал И Попробовать Обучить Модель Такую Инициализировав Ее Весами Берта То есть Как Б Как Вариант Хорошо Спасибо Вам Так Ну я Отключаюсь Пока Что Да Окей Кто-то Еще Хочет Что-то Задать Вопрос Или Что-то Прокомментировать Для Этого Нужно Написать В чат Я Дам Голос Трибуну Выразив Выразившему Желание Ну что Будут Вопросы Мнения Организационный Вопрос Давайте Если Других Вопросов Нет Послушаем Организационных Максим Давай Всем здравствуйте Меня слышно Да Хотел спросить Я правильно понимаю Что записи Не будет Почему То есть Сейчас она ведется И все Или записи ведется Просто хотел узнать Ведется Спасибо Давай Вопрос Будут ли еще Похожие семинары Ну я не знаю В принципе Мы можем Наверное Семинары Нашей лаборатории Время от времени Проводить В таком виде И во вторых Мы продумывали о том Что по проектам У нас будут Консультации Когда можно будет Прийти вживую Поздавать вопросы Ну и вообще Еженедельно Встречаться И обсуждать прогресс Параллельно курсу И Ну видимо Наверное В связи с текущей Эпидемиологической ситуацией Мы наверное тоже Это будем делать В удаленном режиме Так что можем Вот продолжать В таком виде Ну а содержательно Если мы будем Разбирать статьи На семинарах Внутри лаборатории Или какие-то работы Разбирать То тоже Наверное Мы можем Такие трансляции Организовывать Павел Туханов Давай Вот Обсуждался вопрос Того что Сделать модели Иерархические Мое наивное понимание Того что Под этим Подразумевается Это что Как бы Более Низкоуровневые Слои Они Переводятся В более Высокую Уровневые Слои Которые Меньшего Скажем Размерности В значении Длины Последовательности Или Размерности Эмбеддингов И так далее Получается Такое Древовидное Какое-то Понимание Мое соображение И вопрос Скорее Не соображение В том Что Не является ли это Слишком наивным Предположением Для того Как мы Свои мысли Организуем Когда пытаемся Из них Допустим Их выразить Через текст В том смысле Что Мне кажется Какие-то Мысли Могут Быть Наверное Сгенерированы В рамках Вот такого Просто Так сказать Дерева Но Я не уверен Что Все Те Вещи Которые Мы выражаем Через Тексты Так или Иначе Они Ложатся В этом Представлении Такой Вопрос Спасибо Здесь Нужно Сначала Отметить Конечно Что То что Мы Обсуждаем Все Таки Это Именно Модели Языковые Модели С точки зрения Машинного Обучения И Вычислительной Лингвистики Которые Мы хотели бы Иметь Для того Чтобы Получить Лучшее Качество Решения Наши Зачи Нолпи То есть Мы На самом деле Как бы Не Пытаемся Моделировать Сознание Напрямую И Пытаемся Получить Универсальный Искусственный Интеллект Сильный Искусственный Интеллект В нашей Работе Там наши исследования Не придут Когда-то в будущем К чему-то подобному Но пока О чем мы говорим Что Текущая Мы рассмотрим На текущую архитектуру Трансформера И говорим Что Кажется Когда мы Что-то Делаем С текстом И используем Текст для наших Рассуждений Язык В голове Что-то более Иерархичное И более сложное У нас появляется Текущая архитектура Она вообще Оперирует На Оперирует Только на одном уровне На уровне Представления слов Давайте попробуем Что-то добавим Что нам Позволит Эту иерархичность Внести в модель Может быть Это нам поможет То есть Мы не говорим Что это именно так Как происходит в мозге Мы говорим Что Мы добавляем Новый уровень И наша Гипотеза Что это Позволит Нам лучше Решать Нашу МОП Задачу И в этом Смысле Такая Архитектура С Иерархией Она Менее Наивна Чем архитектура Без иерархии Кажется Ну вот Вот и все Окей Какие еще Вопросы Да Давай чай Так Павел По-моему Еще не отключился Так Вопросы Есть Ребята У кого-то Еще Какие-то Ну хорошо Тогда Если Вопросов Не поступает Больше Мы И так Достаточно Полтора Часа Провели В Замечательном Виртуальном Семинаре Очень Большое Спасибо Что вы К нему Подключились Ребята Тем Кто высказался Огромное Спасибо За Комментарии По-моему Очень было Все классно И содержательно Даже Откровенно Говоря Намного Лучше Чем Я ждал Потому что Я думал Что конечно Я буду Больше Рассказывать И Никто Меня Не будет Ничего Меня Спрашивать И комментировать Все Такие Люди И в чате Бросали Очень Ценные Замечания И Комментарии Дали Очень Содержательные Которые Дополнили Мой рассказ Именно По теме И Давайте Уже Продолжим В чате И Обсуждать То Какие Из этого Можно Проекты Сделать И Ну и В дальнейшем Если у кого Какие-то Есть идеи Тоже Пишите Может Сделаем Какой-то Фоллоуап С обсуждением Не знаю На следующей неделе В ближайшее время Я Вел Запись Как я Говорил Этой Трансляции Но так Я делал Это первый раз В таком В таком Комбинации Гугла И всего Остального Я должен Посмотреть Что получилось Но если Все хорошо Я надеюсь Все хорошо То В ближайшее Время Выложим На наш канал Можно Будет К этому Обращаться А комментарии Кстати Свои Замечания Можно Прямо В презентацию Вставлять Там Есть Возможность Комментировать Писать комментарии Можно Какие-то Вопросы Если Что-то Непонятно Писать Это тоже Вариант Ну хорошо Всем спасибо Тогда Мы заканчиваем Нашу Трансляцию Не болейте Самоизолируйтесь По возможности И Тратьте Это время С умом На Какие-то Интересные Проекты С одной стороны Но и На На Погружение В Статьи Погружение В какие-то Идеи Из Мира НЛП Потому что Сегодня Очевидно Что НЛП И разговорный Искусственный Интеллект Как Часть НЛП Это Одно Из Наиболее Мне кажется Интересных И вообще Захватывающих Направлений В машинном Обучении Сегодня Вот Большое Спасибо Все Всем пока Пока Ого Отключаемся Посмотрим Как Видят 35 человек 34 32 В общем 100 человек Было 27 26 25 Ой Вот это Круто Мне понравилось Только Конечно Мне-то интересно Как оно Вообще В контексте Всего остального Больших моделей Работать Будет Ну то есть Как там Градиенты Течь Будет Но по идее Кажется Что Здесь Должно быть Более-менее Хорошо Все с точки Зрения Градиентов Потому что У тебя Градиенты Вот так Вот тоже Притекают Нет Это я понял То есть Получается Что у тебя Градиенты Они текут Вот так Вот так И вот так Да И как раз Мне кажется Это наоборот Должно быть Хорошо В том плане Что у тебя Сначала Начнешь учиться У тебя сначала Вот это Заучится У тебя Здесь Градиентов Не будет И эти Градиенты Пойдут Вот так И как бы На самом деле Следующий уровень Он будет Отбирать Именно те Градиенты Которые Нужны для него Ну как Ну как с картинками Да Как в юнете Да Я просто Как раз Его и запускал Относительно Недавно У нас есть С другом Классер Небольшой Вот Он просто Для майнинга Использовался А потом Стал невыгодным И Вот мы Оба Как раз В тот момент Начали увлекаться И что-то Пригодилось Интересный Еще такой вопрос А они Вот между Самими блоками То есть Вот я думал Это задать Делать какие-то